Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 30 мая. В нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Заниматься научными исследованиями с помощью современных технических средств предстоит, возможно, сегодня ОВНОМ. Американская автоматическая межпланетная станция, созданная для изучения Марса, Маринер-9, 30 мая 1971 года, была запущена при помощи ракеты-носителя «Атлас Сентауэ» и достигла орбиты планеты 14 ноября того же года, став первым космическим аппаратом на орбите другой планеты. После завершения периода марсианских пылевых бурь аппарат стал возвращать на Землю четкие снимки поверхности Марса. Маринер-9 более чем успешно выполнил все задачи полета. Участвовать в официальном мероприятии сегодня могут тельцы. При императоре Александре II в 1872 году состоялось открытие первой политехнической выставки в Москве. На ее основе позднее был создан политехнический музей. Близнецы сегодня могут отметить свои именины с большим размахом, как это было у выдающегося джазового кларнетиста и дирижера Бенни Гудмана в 1962 году, когда он отпраздновал свое 53-летие и со своим ансамблем дал первый из шести концертов в Советском Союзе. Впервые американские джазмены выступили в СССР. Содействовать образованию структурной единицы на предприятии могут сегодня раки. Согласно российской версии, в 1858 году был основан город Хабаровск, как военный пост Хабаровка, названный в честь русского землепроходца 17 века Ерофея Хабарова. Город расположен на правом берегу реки Амур на Среднеамурской низменности, в 30 километров от границы с Китаем. Неутешителен сегодня день для львов. Возможно, вас ждет разлука с близкими для вас людьми. Французский император Наполеон I Бонапарт после отречения от престола и публичного расставания с оставшейся верной ему гвардией в 1814 году отбыл в ссылку на остров Эльба. Ответственную миссию предстоит сегодня возможно совершить девам. В Вашингтоне в 1922 году председатель Верховного суда США Уильям Говард Тафт торжественно открыл мемориал Линкольна, построенный в честь 16-го президента Америки Авраама Линкольна. Его президентство пришлось на годы гражданской войны в США. Мемориал символизирует веру Линкольна в то, что все люди должны быть свободны. Композиционно здание является символом Союза. По его периметру проходят 36 колонн. Именно столько штатов объединилось к моменту смерти Линкольна. В помещении мемориала находится статуя Линкольна. Сидящий президент обращен лицом к мемориалу Вашингтона и Капитолия. Свой волевой характер сегодня могут проявить весы. Во время президентствования Генриха Любке в 1969 году Западная Германия отказалась от политики немедленной демонстрации враждебного отношения к государствам, которые признали Восточную Германию. Любке выступал как сторонник политики с позиции силы в отношении социалистических стран, а также высказывался против признания послевоенных границ в Европе. Скорпионам предстоит, возможно, сегодня принять существенное решение. Президент Оскар Акаев в 2000 году подписал закон о предании в Киргизии русскому языку официального статуса. Беспощадно настроены против своих недругов сегодня будут, возможно, стрельцы. При короле Георгии VI британская авиация в 1942 году произвела бомбардировку Кёльна. В ходе таких бомбардировок авиации противонацистского союза было разрушено до 90% городских зданий, в том числе многочисленные памятники культуры. У Козерогов сегодня может день оказаться безысходным, поэтому вам лучше уделить внимание своему здоровью и полноценному отдыху. В Руане на площади Старого рынка в 1431 году была живьем сожжена национальная героиня Франции Жанна Д'Арк. Ее пепел рассеяли над сеной. В музее города Шинон хранятся останки, якобы принадлежащие Жанне Д'Арк, хотя по исследованиям ученых эти мощи ей не принадлежат. Водолеи могут стать свидетелями неприятнейших событий. В 1871 году пала Парижская коммуна, первая пролетарская революция и первое правительство рабочего класса, просуществовавшая в Париже 72 дня. Парижская коммуна явилась результатом борьбы французского и международного рабочего класса против капиталистической эксплуатации и политического господства буржуазии. Основать учебные учреждения могут сегодня рыбы. В Марбурге, городе Германской империи, во главе которой стоял Карл V Габсбург, в 1527 году был учрежден университет. Невзирая на предсказания звезд, думайте только о благополучии. Как сказал английский писатель и публицист Даниэль Дефо, самая высокая степень человеческой мудрости – это умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним грозам. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгин.